Доброе утро, мои хорошие! Кофе с молоком и розочки достали из реанимации, так сказать. В ванну их на ночь в холодную воду уложили, полностью наливали, потому что они у меня уже опустили голову. И они снова в строю. Посмотрите, как на них хорошо влияет реанимация, когда они могут отдохнуть, полежать. Сейчас Дианочка сходила получать овалберс. Он у нас тут прям вон в соседнем доме. И Катюша, она смотрит видео, она говорит, посмотрела твое видео, ты там так раздражаешься ковриком. Она говорит, я тебе подарю серый. Я говорю, спасибо большое! Вы знаете, можно было бы, конечно, ради приличия отказаться, а мне так он понравился. Я думаю, ну вот сама не буду уже покупать, что же, уже один купила. А так теперь моя любимка будет. Катюша, спасибо тебе огромное! Вообще прелесть! Супер! Так, еще тут... И Катюша говорит, я еще мармеладки детям положила. И вот это вот у нас тут 3 килограмма мармеладок. И еще. Дети тут уже открывают, уже пробуют. Я говорю, давайте хоть видео покажем. Катюше будет приятно. Давайте, идите пробуйте, идите пробуйте. Они все ждали. Я говорю, давайте я хоть видео сниму. Спасибо, скажу Катюше. Спасибо. Спасибо? Спасибо большое. Я взяла лимончик и вот. Ой, какая, да, тетя Катя? Спасибо ей большое. Ой, ну тетя Катя побаловала вас тут, побаловала. Глянь, как много! Глянь, у вас столько в жизни, помню, не было много мармеладок. Я говорю, это не похоже. Она говорит, это похоже, а они не похоже. Ну, мне кажется, они одинаковые вкусы будут. Да, они тоже одинаковые вкусы будут. Да? Только тут мишки, а тут... Вкусные? Да? Классные? Можно я тоже попробую? Моню, попробую, конечно. Это что тут за фак? Это паль... Это вот так должно смотреться. Это паль... А, это паль... А я думала, это фак, палец на такове, даже похоже. Смотрите. Ну, мама у вас. Надя, тут банан. Надя, подно ты на меня. Что ты расчесывалась, расчесывалась и лохматуха. Закулочку заколол, давай бери эту расческу, расчесывайся, Тань. Упиши. Это вообще-то маргазины. Вкусные? Ой, Надя, что-то новый прикол в этом капюшоне ходить. Давай, снимай. Вот, красотка. Надо эти голову мыть, купаться, расчесываться. Девочки, припевочки мои. Вкусненькие, а не мармеладки кушать. Тут еще мои заказы. Заказал себе вот такой вот этот тоник для лица. Вот как мне нравится, когда, знаете, нету много цветов. Вот оно лаконичное, белое. И не будет бросаться в глаза. Вот это поставил на полочке, хорошо смотрится. Вот такой вот тоник. Он балансирующий тоник на основе... Можно было не ломать язык, короче говоря. Восполняет недостаток влаги после умывания. Обеспечивает кожу обильные увлажняющие. Хочу попробовать. Первый раз заказала такой. Вот будем пробовать. Тотоник корейский. Дальше. Вот такой для заморозки тоже решила взять. Посмотреть плотный очень целлофан. Буду заказывать такие вот пакеты для заморозки. Вакуумные пакеты с замком. Ну, я вот его говорю, что я его заказывала исключительно для этого. Не пойму, а вакуум это что, вот тут вот что ли? Ничего не пойму. Как здесь, если это вакуум? Как им пользоваться-то? Интересненько, интересненько. Ну, мне, я брала его для заморозок. Потому что такой плотный пакет, думаю, надо взять попробовать. Ну, классный, можно такие брать. И заказали, это уже, по-моему, четвертый рулон. Здесь 50 сантиметров, 500 сантиметров. Это прям, видите, какой надежный рулон. А полки надо застелить, остальные, которые надо заклеить, накрыть, так сказать. Тут мурмеладочки кушают вкусные. Достали пылесос, сейчас надо пылесосить, убираться. Я, а я пылесос. Да? Угу. А я пылесос. Я, а я пылесос. Там на Артему сказать, что мусор, там уже вы мусор складываете рядом. Столешницы не хватает, и я уж там полотенце раскладываю, сушить контейнеры. Такое, конечно, ужас ужасный. А что делать? Другого выхода пока нету. Купили же мы вот эту морковку. Я так понимаю, что это от морковки по-корейски. Видно, то ли, может, упала, то ли чё. И, в общем, там, где попадало, это всё красилось линолеум. Оранжевые пятна. Я в шоке. Думаю, так, корейская морковка больше не для нас. Не знаю, сейчас Азели там забрызгала. Может, получится отмыть. И тут сейчас Диана достает эту... Тут такие лёгкие раскладывают бумажные пакетики. Покажи, как она выглядит. У тебя есть там? Печень, покажи, как она выглядит. Это получается вот так вот сушим. Видите, как она потом выглядит печень? Вот, вот так вот она потом выглядит, сушёная печень. И собаки её вообще обожают. Очень с удовольствием я помыла. Ну, сейчас здесь тоже уборка у нас. Идёт, перевожу вам лук. Его тоже надо будет переработать, пережарить. И будем сейчас здесь убираться. Здесь я говорю, сейчас полы помыла на кухне. Достала картошку, она проросла. Сейчас я буду быстро, экстренно всю перечищать. Надо её перерабатывать. Тут свекла варится. Творщ буду делать. В общем, вот такие у меня на сегодня тут дела. Здесь сейчас эти сетки из дегитратора. Потом эта сковорода. Мне не нравится вот эта часть. Хочу всё бекарбонатом попробовать отмыть. И тряпки закинула тоже сейчас. Достала перерабатывать карбонатом. У меня вот такая куча. Ну и лаком заодно помоется. Короче, три в одном называется. Я прям не жалею. Так, и сейчас кипяточком это всё зальём. Ну и всё, процесс пошёл. Вот. Сейчас оно у меня всё подчистится. Если они испортятся, я же любитель ещё. Будет чисто да испорчено. Да не, я уже так делала. Вот сейчас открыла окна у нас на замке. Закрываем окна от детей. И вот сейчас пыталась здесь шваброй. Ну вот здесь вот помыла этот подоконник. И вот это помыла. А вот видите, вот этот вот. Вот вот это вот в этой щели. Вот в этой. Вот. Вот здесь уже не помыть. Вот как мне эта тряпочка длинненько выручает. Вообще прелесть. Хоп-хоп. Вообще класс. Короче, я довольна такой тряпкой. Которую вот это я купила. Всё. И будет у меня тут тоже приятно смотреть. Здесь сейчас варится свекла у меня. Тут варится картошка на пюрешку. Дальше зачищаю картошку. Перебирай-ка хорошая. Помылась у меня раковина чистенькая. И сковородка вот так вот очистилась. Всяко лучше, чем было. Вот, ну всё. Приготовила пюрешечку такую с укропчиком. Вкусненькая с молочковым, со сливочным маслечком. Вкусно получилось. Достала здесь сейчас консервы, салат. Дети будут с сосисками, наверное. Не знаю. Мясо стараюсь к пюре никогда не делать. Так, начинаем накрывать. Положила к пюре салат. Тут сосисочки. Сейчас консерву откроем. Ну и вроде покушаем вкусненько. Ты как думаешь? Положила уже пюрень, салат. Консерву прям так поставила. Не хочу промыть ничего. Сосиски. Дальше сейчас Диана здесь режет огурцы, помидоры. Ну и всё, будет вкусно. Покушали. Сейчас убираем со стола. Артём закладывает посудомойку. Рома чинит наушники для Надюшки. Всё, Надюша. А сколько у тебя? Тау денег? Два дня этим наушникам? Два дня. Два дня хватает. Надюшка у нас могучая, да, Надюша? Могёт. Вон они, целуются. Потом напишет, а как же так? Дети с собакой целуются, господи! Антисанитария! Надюша, ты волосы в мой кофе макаешь. Что такое? Сломал уже один крепёж. Всё уже один? Как оно такое? Ну, могучая. Девчонка-то у нас могучая. Ой, Господи. Надюша, унеси, пожалуйста, носок. Чё он там лежит? Не снимай, пожалуйста, ничего. Ладно? Не надо их разбирать. Пожалуйста, прошу. Она сейчас-то хотела послать, когда тут натою. Ну, посмотрела. А мы потом натою тарелку? А? Мы потом натою тарелку отмойли? Да, да, отмойли. Это отмойли. Это отмойли, потому что по лыжи так и не смогла. Вон, вот, мыть, видите? И азелитом я вот это вот мыла. И уксусом заливала. Нифига, нифига. Нет мылась. А, не морковка? Я думала, отмойли, морковка не помыть. Так, со стола вытираем, народ. Хотела помыть окном. Достала же сейчас этот, любит пылесос. А он говорит, а мне заряжаться надо. Я говорю, ну ладно, заряжайся. Да потому что я вот здесь вот мою, а вот там вот не достаю. и думаю, пускай он там вымоет хорошо наверху. Рома, без напоминаний сам. Купил розетки, сейчас готовит их к установке, потому что одну сломали, когда вот здесь вот ставили этот кондер, сломали одну розетку. Ну ладно, там вот, я как понимаю, Амида сидела в клетке. И клетка, пока ездила на клетке? Да, когда ездила на клетку, там видимо что-то вставлено было, и она ее и так, ну или деть кто-то умудрился. Ну, сломано, короче. Ну так и было. А, ну и сколько было-то так? Мне всегда такая, когда я что-то сломал, она говорит, так и было. Да. Да, Надюш? Да. Ага. Работают наушники? Да, сколько не могу вести тут. Что сейчас было? Все, он включился, и я сейчас, знаете что? Вот эта вот штука, вот тут вот, видите, пыль собирается. Вот там тоже смогу помочь ему. Ох, там летит грязь. Я вот тут-то внизу-то все мою, а туда достать не могла. Вот без этой щетки было совсем-то неудобно. Опа. Девчонки, ну вон, смотрите, как у меня хорошо. Я как бы натом отмылись. Вообще. Без моего участия называется. Я люблю так, как кто-то за тебя делает твою работу. Мы им окна. Сейчас надо будет, это вот мы снаружи их помыли. Видите, какие грязненькие. Хотя вот я их когда, неделю назад мыла. Вот такие тут. Так, ладно, сейчас поменяем и внутри будем. А ты уже помыл внутри? Да. Да? А, так ты еще молодец. А что ты их не снял? Надо снимать это. Тихо. Чтобы я их... Давай, постираю. Да, складывай его назад в коробку. Да? Собакин. Такая тут уже травка у нас большая, растет красивенько как. Окно пыльное. Я говорю, надо хоть его чуть-чуть промыть. Грязь. Сейчас едем с Романом на этот рынок. Что-то там на Авито нашла, аж там ягоды продаются. Не знаю, съезжу сейчас, посмотрю, аж там ягоды продаются. А что день сказать, знаешь? Ну, я же тебе-то отправила, какой номер. Я, чтобы не потерять, заскринила, тебя отправила в сообщениях. Аж так все продумала. Остроение 18, склад 5,2. Да. А, 5,2. Ой, едем сейчас, впереди нас машина. Просто указан номер телефона. Ну, ничего там, не продаю, ничего, просто номер телефона. Я говорю, может, это... Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Вот это, наверное, из этой... Ну, а зачем еще? Потому что познакомлюсь. Так вот. Девчонки, я вам хочу показать кусочек мимишности. Посмотрите, какая красота. Птички плавают много как... Вообще, в птицах я не сильна. Поэтому, кто это, даже не знаю. Ну, плавают такие, свобода, благодать. Ну, как хорошо. Вообще, да? Красота. Здесь, конечно, с этой стороны, если показать, то не так все будет радужно, не так все будет красиво. Да что ты нам принесла хлебушка? А я ничего вам не принесла. Я ж не знала, что вы тут. Приехали мы туда. Там никто не работает. Что там, ремонт дорог какой-то идет. Разобрали дорогу полностью. В общем, мы едем назад. Ну, сейчас что-то Роман нашел. Лови-то там где-то тоже ягоду продают. Мы говорим, давай еще туда съездим. То детям пообещали, что поехали же мы за ягодой. Я говорю, как мы сейчас приедем без ягод? Что-ли, надо вообще неправильно будет? Поэтому едем искать дальше. Не знаю. Приехали мы к какому-то такому овощному. В гору сходишь. У меня тяжело ходить. Что-то зашли, я смотрю, не могу понять. Это что такое? Что это за зеленая плесень? У тебя смысла? Где-то она из зелени, ну что ли? Это зелень, наверное, просто. Смотрится, как будто, знаешь, уже зеленая плесень покрылась. Ну, а что все продают, почему бы? Болг не продавать. Ну да, почему бы не продавать? Там мы в пекарню зашли. Рядом от нас. Дома. Такие пироги есть. И всякие вкусняшки. Видео, да? Смотрите, что здесь есть. Вот эти нитки. И, пожалуйста, делай ковер. Как так может быть? Как они делают с такой ворсой? Интересно. Прикольно. Вот так вот. Смотри-ка. И что, можно самому? Руками не трогать, убедительная просьба. А мы уже трогали. Поздно прочитать. Ну, пониже, конечно. Я пока там увидела. Уже тут натрогала. Какая красота. Сразу тут видео. А это потом как-то стригают. Не знаю. Вот я сама тоже так же смотрю. Чем-то расчесывает, наверное? Не, ну расчесывает хорошо. Это что, со встречи, ряд сделать. Так, тут хорошенько. Да, так все зелено. Такое полуисторочное это сделал. Доброценно тут. Порешили забронить. Чем-то телегу возьмешь? Она у нас стоит. Уважаемая, акция при покупке одного, второй в подарок. У него, наверное, с угодности вот-вот сто. Где у него с угодности? С угодности уже, наверное, вытерли. Ну я не вижу с угодности. Правда. Где-то что? Просто уже с угодности вышел. И этот, как его? Уже покупаешь один в подарок, второй. Где-то производство, где с угодностью нету. Бессрочный. Бессрочный. Ну, короче, нету. Все, смотрели мы со всех сторон. Ну, мы просто вытерли. Потому что же с угодностью вышел. Не выбрасывается. Лучше людям продать. Один покупаешь, второй в подарок. Знаешь? Такой вот контейнер. Я как красный. И васил он есть. Салат. Вот за салата взяли. Сильный он. Не очень вкусный. Здесь сода. Смотрите пока. В пакетах. Вы такое видели? Я еще такое не видела. Вот так вот. А вот и я. Здравствуйте. Привет. Вы пробрались? Да. Наложили. Возьми соль одну, а, пожалуйста. Здесь шоколадные какие-то трубочки есть. Вот здесь, посмотри. Тут вафли. Прямо целая коробка. Есть какие-то вафли эти. Вот такие. А это что? Слушай, может им такие вафли взять вместо того печенья цветочком? А вдук невкусные. Ну да. Или вафли вот такие, смотри. Они так-то вафли любят. Ну да. Давай-то им вафли лучше возьмем. Вместо тех цветочков. Кстати, цветочком выложим. Вот здесь их поставь. Вон. Цветочком. Вот такие взять, просто песочные. Надо бы сделать. Никак. Руки не доходят. На помидоры главное не наставить. Вот у них черноголовка интерес в какую цену. Вон Байкал. По 90. Вот и можно детям взять, и они с удовольствием будут пить. Возьми вон две штуки лежит. Это полтора литровой. Ну, полтора литровая. Что, ты думаешь, им не хватит две штуки? Ну, ты просто считаешь, что это не двухлетровая. Ну, я поняла. Может, обычный черт, по-моему. По два доберем. А чисто за сладостью заехали. Называется. А, вот здесь отрабровая цвете. Диасы сисочек. А что-то не видно их. Вот такой лавашик. Ну, пощупаю прям классненький. Видел? Ну, он как будто бы не классненький. Это по мне они. Так. Ну, все, мы вышли. В одной руке яйца. Рома одну коробку уже отнес. Сейчас вторую коробку. Вот так вот. Ничего не взяли. Семь тысяч положи. Что, туда-сюда вроде заехали. Конфеты им взять, печенье взять. Так вот. А что, детей много сейчас? Туда-сюда и не будет. Вот так громко работает. Ух-ху-ху. Прям. Здесь вам видели, какая дорога. Вообще плохая. Ох. Тяжело сюда проехать. Особенно в самокатах. Здесь вот даже пытались починить, да? Прям совсем уж страшные ямы. Там-то он. Идюльюча. Подъехали мы к дому. Отыскают мальчики. Получили мы посылку с авито. От Наташеньки из Краснодара. От наших карабинцы. Артемушка спустился помочь. Золото наш. Малочка. Воробь сегодня на работу. И завтра. Все ночные-вночные. Не высыпаются. Я говорю, дети, что купилы? И собака такая же. Что, говорит, купилы? Да, я же сегодня Валберес принесла. Поставила пакет. Она такая, а что ты там купила? Прям залезла. Да, тебе любопытно. Такая, все, надо понюхать поэт. А что вы тут купили? Что ты мне тут принесла? Я тут прибралась немного, чтобы вы. Спасибо больше. Так оживленно во дворе. Странно. Конец мая. Так прохладно. Мне кажется, в том году, вот мы приезжали в начале мая сюда, в Тюмень. Вообще теплы не было. В этом году. Что так прохладно? Так что мы приехали. Для нас такой бонус. Вот это вот сирень расцветает. Вот эти вот два деревца. Ой, красиво будет. Черемуха, сирень. Лишь бы прижились. Потом у нас сейчас борщик будем кушать. Ой, вкусненький. Как хорошо, когда ты, называется, лежишь, болеешься из-за того, кто-то ухаживает. Да не трогай мне книжки. Надюша, положи, не трогай ее книжку, пожалуйста. Собак, иди мы кушать будем. Иди отсюда. А что, больше никто не будет? Блазу, кушаешь, ты не будешь? Я буду. А что не накладываешь? Надюша, ты борщ будешь? Я бы сейчас давай поела. Ты уже поела? Таня, ты будешь? Не будешь. Ой, а какие у меня проверительные дети? Тут они мармелад, наверное, наелись. Нет. Нет? Да. Они то мармелад, то чай. Все. Девчонки, вот вы мне спрашиваете, Ксана, зачем тебе такие контейнеры, да? Вот у меня 4,5 этот контейнер. Вот мы покупаем печенье, вот вафли, вот таких больших объемов, да? И вот ты достал там одну две печеньки, и чтобы они ни влаги не набирались, ничего. Вот их перекладываю в контейнер. И вот так они, видите, будут храниться. Сейчас я их закрою, и вот таким контейнером будут храниться печенье, вафли. Тут вот, например, эти, как они хранятся. Вон они, мармеладки. Все, в контейнерах. Кинут обусы. Всем привет. Сейчас вечер уже. Солнышко, ух, как светит. Пока есть немножко у меня времени, решил заняться. Тут недавно заказал такую вот штуку. Это, получается, подрулевой шлейф на X-Trail. А ситуация какая произошла вообще? Прежде чем нам в Тюмень выехать, хоп, Оксана говорит, у меня, говорит, сигнал перестало работать. Я такой, ну ладно, а уже выезжать вот-вот. Вот, я залез, посмотрел, смотрю, хоп, да, короче говоря, там контакт, проводок, получается, ну, перед ним. Я его, получается, поменял, пропаял, паяльничком все поставил, залажу, блин, запускаю, хоп, не работает. Я такой, ладно, блин, думаю, ну в чем может быть проблема? Думаю, ну, наверное, в шлейфе. Вот, ну и ладно, приехали ко в Тюмень, Оксана говорит, хотела, вот ехала, хотела на круиз переключиться, и круиз не работает. Ну, это, в общем, все показания к тому, что все, и говорит, управление никакое не работает, то есть шлейф полностью перетерся, обломился, не знаю, что произошло, но факт в том, что заказал сразу тут же шлейф. Вот он только пришел, сейчас нашел время, и начну займусь, сейчас первым делом отключаю аккумулятор, вот, надо будет тоже маленько подождать. Ну, я как раз, наверное, получается, подушку безопасности сниму, вот, и посмотрю, насколько там гайка, потому что если, что придется, наверное, идти до квартиры, ну, а потому что у меня там набор ключей больших, ну, добавьте на квартиры, там, оставил набор большой, вот, инструментов тут, маленький наборчик-то у меня всегда с собой, так скажем. Я его везде с собой беру, потому что такой универсальный, достаточно хороший наборчик, можно сказать, все есть. Ну, все, ладно, приступлю, сейчас, наверное, первым делом аккумулятор отключу, и потом посмотрим. Вот сейчас получается вот это вот, здесь подушка безопасности находится, надо будет это все вскрыть, открутить. Ну, сейчас первым делом аккумулятор отключаю, обязательно. Если аккумулятор не отключить, и получается пытаться это все срывать, то есть вероятность того, что подушка безопасности просто может стрельнуть, ну, и, как бы, ничего приятного. Вот, и разорвет все это, ладно, еще и может и нос повредить. Вот, так, вот она подушка безопасности, так выглядит все, видите, тут вот такой шлейфик, и погнали. Сейчас нам надо дальше пробраться, сейчас поставлю метки на руле, вот, и буду пробовать откручивать руль. Ну, тоже, получается, его надо будет немножко открутить, и потом дернуть на себя, вот, чтобы он, ну, не ударится, короче, в случае чего. Вот, ладно, буду дальше разбирать. Так, вот, нарисовал, примерно, чтобы, как, чего, ну, я сейчас буду откручивать. Так, вот, маленькая ее, видите, почти до конца, сейчас нужно будет сдернуть прям руль, прям дернуть, вот. Чтобы сдернулся он, и потом полностью гайку откручиваю, и потом уже за кожух возьмусь. Так, все, видите, машина без руля, вот, но мы никуда не поедем так, поэтому, так, тут регулировка. Сейчас надо посмотреть, какие там болтики, ну, и откручивать кожух, чтобы добраться, вот до этого нам надо добраться. Вот эти переключатели тоже полностью снимать, короче, тут все надо это разобрать. Сейчас гляну, что-то у нас. Все, снял кожух. Один из переключателей уже дернул. Сейчас будем второй сдергивать. Так, одной рукой неудобно. Получилось. Хотя получилось все. А, не знаю, даже, наверное, смысл-то и нету уже теперь. Сейчас погляжу. Тут, кстати, штекерочки уберем, и все, и мы уже, так сказать, добрались. Сейчас переставлять буду. Это, получается, датчик положения руля. Он в комплекте не идет. Вот. И тут самое главное, это его ни разу не крутануть, если крутанешь хоть раз. Потом могут быть очень колоссальные проблемы, такие как там ЕСП ошибки. Ну, короче говоря, машина будет с ошибками, это будет ужас ужасный. Это потом только к автоэлектрику куда-то ехать, обращаться. По-другому никак. То есть, его нам строго как взял, так и поставил. Ну, короче говоря, следить за этим капитально надо. Поэтому, главное, не промазать, не хочется денежки платить. Вот, сейчас будем переставлять. Это все сюда аккуратненько. Сейчас одной рукой вообще неудобно ничего делать. Все, установил этот датчик сюда. Надеюсь, что все хорошо. Фиксатор пока не убирал. Буду устанавливать. Так, дело за малым. Все это все на месте. Фиксатор пока не снимаю. Вот. Чтоб положение не нарушать уже перед рулем, наверное. Сейчас я посмотрю, как пойдет, конечно. Вот. Сейчас защелкнем. Все на место. Поставим кожух. И дальше покажу. Так, ну, сейчас уже будем снимать фиксатор, я думаю. Ставить руль. Не знаю, вроде даже на ровно получилось. Вот. Ну, все, осталось дело за малым. Сейчас подушечку на место ставим. Так, вот этот проводок вот сюда просунем только. И все. Не будем проверять. Вот. Ну, аккумулятор накину. Сейчас сразу все проверю. На видео запишу. Покажу видео любимички. Вот. Будем надеяться, что все хорошо. По-другому быть не может. Вот. Так, все, я запустил машину. Так, вот, смотрим. Громкость увеличивается. Ага. И уменьшается. Хорошо. Так, круиз включается и выключается. Сигнал есть. Поворотники на месте. Дворники на месте. Ну, даже не знаю. Вроде как все получилось. Вот. Подушка не стрельнула. Ну, короче, все удалось. Сейчас самое главное, это чтобы вот с этим вот АБС там неприятностей не происходило. Блин, не знаю, как мне слышно будет. Сейчас самое главное, чтобы с этим неприятностей никаких не происходило. С АБС, я имею в виду. Вот. Ну, можно, наверное, прокатиться, я думаю, немножко. Вот. Проехаться, посмотреть. Как бы так. В общем-то, все. Как-то нестабильные обороты. Все нормально. Ну, ладно, сейчас, наверное, правда прокачусь. Посмотрю, как что. И потом все. Да, ну, это, наверное, будет совсем другая история. Что-то на холодной, короче, дергаются обороты. Вот. Ну, это все ладно. На холодную прогрелась, вроде более-менее стала в норме. Стрелка оборотов двигателя, что-то как-то не очень спокойно себя вела. Вот. Мы обычно с дому запускаем ее, поэтому не следили за этим. Чтобы там, не знаю, сесть, запустить и посмотреть, чтобы на холодную. Вот. Ну, я думаю, можно, можно будет, наверное, фильтр воздушный посмотреть. Может быть, поменять. Может, в нем дело. Может быть, и нет. Может быть, и дроссель. Пора очистить дроссельную заслонку. Вот. Ладно, сейчас так инструменты я на этот порядок привести. Что-то я так уже спать хочу. Ужас просто. И маленько сейчас, наверное, прокачусь тут круг. Да. Посмотрю, как оно будет себя вести. И все. На этом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok